МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Сегодня в районе часа ночи специалисты водоканала завершили работы по замене затвора на магистральном водопроводе, из-за поломки которого без холодной и горячей воды остались около 20 тысяч старооскольцев. В квартирах и домах большей части из них утром вода появилась. У остальных краны должны также ожить сегодня вечером. Сейчас идет заполнение квартальных сетей. Во избежание гидравлических ударов сейчас открыты все запорные устройства на всех водоводов без применения насосного оборудования. Сейчас вода заполняет. Для чего это делается? Для того, чтобы выдавить воздух. То есть развоздушивание системы произойдет. У нас есть контрольные точки, там где сброс воздуха. Посты установлены везде с персоналом. По получению от них информации, что появилась там вода, будет включено насосное оборудование. То есть сейчас у потребителей города, те, которые оставались без воды, к сожалению, пока без давления, но вода будет. Получая на контрольных точках информацию от развозушивания системы, будет включено насосное оборудование. И в полном объеме, по нормальной схеме, водоснабжение восстановлено будет потребителем. На оперативном совещании главы администрации округа Андрея Чеснокова с участием замгубернатора по ЖКХ Сергея Довгалюка и исполняющего обязанности гендиректора Белоблводоканала Андрея Колесникова отметили большой вклад в организацию аварийно-восстановительных работ старооскольских муниципальных предприятий и федеральных служб Зеленстроя, СГМПО КХ, ГОИЧС и МЧС. Но особые слова благодарности старооскольцам за выдержку. Спасибо огромное за понимание, ну и скажу за взаимодействие, потому что на самом деле многие жители города с пониманием отнеслись. Огромное спасибо. Тем временем старооскольская городская прокуратура организовала проверку по факту ЧП на магистральном трубопроводе. Правоохранители намерены установить причины и условия аварии, проверить исполнение ресурсоснабжающей компании законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, порядок эксплуатации трубопровода, его содержание, проведение текущего и капитального ремонтов. Кроме того, будет дана оценка соблюдению ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления беспрепятственного водоснабжения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на сайте ведомства. Третьи сутки отсутствия воды – главная тема в Старомосколе. К нехватке холодной в юго-западной и центральной частях города добавилось отключение горячей в северо-восточных микрорайонах. Как сообщили 9-му каналу в Теплоэнерго, причиной остановки котельных стал низкий уровень заполнения резервуаров холодной воды, что, в свою очередь, связано с порывами и обильным расходом на полив из-за жары. Так как горячее водоснабжение составляет до 30% от общего объема запасов воды, принято решение об отключении до 10 утра завтрашнего дня. Тепловики зря времени не теряют. В течение всего лета и сейчас, пока подача воды остановлена, ремонтируют выявленные при опрессовке порывы сетей. Сколько километров теплотрассы уже заменили и какую сумму задолжали староскольцы за тепло – в нашем следующем материале. Отопительный сезон завершился в начале апреля. Как только батареи в квартирах староскольцев отключили, коммунальщики приступили к испытанию теплосетей, чтобы оценить объем предстоящей работы. Выявили 120 порывов. Сейчас на данный момент 89 порывов мы устранили. Но при этом выявилось еще 6 сторонних из этих 120, которые два сторонние организации устранили на данном этапе. Сейчас на данный момент мы заменили 1,1 километра тепловых сетей. В планах у нас 1,8 километра тепловых сетей. На ремонт теплосетей в этом году выделено 45 миллионов рублей. На материалы и необходимое оборудование – еще 16,5 миллионов. По инвестиционной программе. До начала сезона предстоит отремонтировать 33 участка теплосетей. Работа идет ежедневно. А параллельно коммунальщики проводят повторные испытания. У нас сейчас ведутся работы на микроайоне Жуково в трех местах. Это Жуково, 19. Меняем полностью участок тепловых сетей вместе с горячими трубопроводами. В районе 17-16 школы то же самое мы все 4 трубопровода меняем. На Дубраве работаем в одном месте. В принципе, там небольшой кусочек трубы. Здесь, на Буденного, мы вскрыли магистральный трубопровод. Так как это связано с остановкой, необходима будет остановка, мы его согласуем и будем этот участок менять, устранять эти неисправности. Большая часть теплосетей в Старом Осколе уже отслужила положенный срок. На замену тысяч километров труб необходимы сотни миллионов рублей. Ускорить ремонт и минимизировать частоту и сроки отключения горячей воды могут сами старооскольцы, погасив накопившийся долг в 320 миллионов рублей. С каждым годом он только растет. Норматив это 30 лет труба. По большому счету даже новый город, он застраивался в конце 70-х, начало 80-х годов, ну и до 2000-х. То есть в любом случае уже в основном все сети выработали свой ресурс. Хотя мы производим техдиагностирование, то есть мы нанимаем экспертов, которые дают продление этих трубопроводов, либо на сколько лет, либо нам рекомендуют где-то что-то отремонтировать. У нас трубопроводы практически всех в лотках находятся, то есть в строительных конструкциях. Конечно, ситуация не такая плачевная, как на водоканале, но и в теплоэнерго ощущается недостаток квалифицированных кадров. Нужны сварщики, слесари, операторы котельных и аппаратчики химводоподготовки котлов. Плановые работы коммунальщикам необходимо завершить до 15 сентября. Отопление в домах Староцкольцев появится, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов тепла. Анастасия Прогурзина, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал. 81-ю годовщину победы в Курской битве отмечают сегодня в России. 50 дней и ночей кровопролитные бои шли на территориях Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей. В боях на Прохоровском поле участвовали 207 старооскольцев. Сражение стало переломным в ходе Великой Отечественной войны. Курская битва имела не только важнейшую стратегическую ценность. Помимо того, что разгром фашистов на Курской дуге означал для них череду отступлений и полную потерю инициативы, для всей советской страны это стало символом того, что победа над врагом реальна. Сегодня враг снова вторгся на Курскую землю. И сейчас наследники победителей снова держат удар. А вся страна также верит в этой новой Курской битве. Победа будет за нами. У мужества нет возраста. 59-летний староосколец с позывным «Чек» на СВО провел год. Говорит, не покинул бы строй, если бы не ранение. Теперь на гражданке он помогает приблизить победу. В окопах был штурмовиком, дома стал волонтером. О настоящем патриотизме, армии и вере в репортаже Лилии Емельяновой. Когда началась спецоперация, Михаил сразу решил идти добровольцем. Но в силу возраста 57-летнему мужчине отказали. Во время частичной мобилизации он все-таки попал за ленточку. Как почему? Вообще толкнуло, знаете, помните, в 22-м году, я не был в августе или в июле, по-моему, когда в Харьковской области, в Бандерлоге, там людей побили, заняли города. Ну вот по телевизору вот это увидел я и все это внутри подтолкнуло. Ты, говорит, Миша, мужик, иди, пою. Ну, пришлось идти. У меня семья, у меня дети, внуки, поэтому за них как бы надо, их кому-то надо защищать. Я не один такой, нас там много, почти все. На боевом слаживании в Курске попал водитель, как и в армии. Срочную службу проходил в Монголии с 1982 по 1984 годы. Спустя четыре месяца в составе группы штурмовиков оказался в Донецке. Признается, было непросто. Я-то уже человек в возрасте, и, конечно, тяжело даже физически. Когда напялят бронежилет, 17 килограмм, боекомплект с автоматом, с гранатами, вода, продукты. Ну, короче, больше 30 килограмм, конечно, это очень тяжело. Но, учитывая то, что мы штурмовики, штурмовой бригаде, ну, то есть передовая практически, нужно бегать, прыгать, падать и так далее. И спасаться, и спасать, и еще и забирать позиции. Уже в должности командира пулеметного отделения при штурме Авдейского, как Сахима, Старас Колец, спасая раненого товарища, попал под раздачу и сам. Прилетел снаряд. Дальше все помнит смутно. Я помню, единственный был шум. А потом очутился я... Короче, мы вытащили раненого, и вот этот шум. Ну, это, короче, взрыв, видимо, а у меня в голове осталось просто будение. Я очнулся, я метра за 10 от того места. Вот, и все. Нога перебита. Это рука, нога, они практически ничего не чувствовали. Да и сейчас очень плохо работают. В голове шум, свист, слуха почти нет. После ранения бойца комиссовали. Рассказывают, что все необходимое там у солдат есть – оружие, обмандирование, питание. Но, вернувшись домой, он не может сидеть сложа руки. Поэтому встал в ряды волонтеров. Помогали мне, как я могу не помогать. Тем более, я с этими ребятами говорю. Делил и воду с одной бутылки, и кашу с одного котелка, и все прочее. И плащ-палатки, под которыми прывались, спали. Это же мои братья, по сути, помогаю. По возможности, по возможности. Что-то надо приобрести, там какие-то сетки, какие-то шлифмашинки, маскировочные сети, лекарственные препараты какие-то, если там кому нужны. Да, такое бывает. Я не магнат, но чуть-чуть дала государству. Любовь к родине для Михаила не просто слова. Это в крови. Его отец защищал страну Великую Отечественную. Сегодня пришло время вновь стать на защиту границ. Что для меня родина. Ну вот вы, я, я уже сказал, все люди веселые, здоровые, счастливые. Работа, красота в городах, чистота, порядок. Вот это и есть родина. Сплоченность, умение встать на защиту в тяжелые времена. Короче, все, это все вместе. Это наша родина. Тем более я из Советского Союза, из советского времени. Тогда, ну, как сказать, чуть-чуть по-другому было. И воспитывали вот эту любовь к родине. Она всегда была. И в школе, начиная с детского садика, и в школе, и в семье, везде. На войне, как известно, атеистов нет. Хоть и воспитанный в советское время, наш тур Михаил, как и другие бойцы, всегда шел с молитвой и верой в то, что он должен выжить. Ведь его ждут дома. Жена, дети и трое внуков, которых он тоже научит родину любить. Лилия Емельянов, Александр Савин, Илья Самсонов, 9 канал. Бывшего руководителя одного из староскольских ДК обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Белгородской области. По версии следствия, женщина фиктивно трудоустраивала работников, присваивая их зарплату для личных нужд. В результате городскому бюджету нанесен материальный ущерб в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье 285 злоупотребления должностными полномочиями. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. И еще одна информация в продолжении криминальной темы. Фамильное золото, обручальные кольца, украшения с бриллиантами. В Старомосколе задержана домработница, похитившая у клиентов драгоценности на общую сумму более миллиона рублей. 36-летней Ольге уже предъявлено обвинение. Нам удалось связаться с потерпевшей, и она рассказала, что помощницу по дому наняла 5 лет назад по рекомендации близких друзей. Прошлым летом хозяева обнаружили первую пропажу. В этом году, вернувшись с отдыха, семейная пара с детьми обнаружила, что исчезли все украшения. Подумать на Ольгу, призналась нам пострадавшая, она даже не могла. А вот полицейские сразу вышли на подозреваемую. Злоумышленница уже созналась, что все драгоценности на сумму больше миллиона рублей она сдала в ломбарды. Вернуть ничего не удалось. В полиции также выяснилось, что эта домработница уже проходила по делу о краже. Тогда все ограничилось условным сроком. На очной ставке потерпевшая предложила компромисс, чтобы обвиняемая вернула ей хотя бы половину, 500 тысяч, и можно даже в рассрочку. Но Ольга отказалась. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Возбуждено уголовное дело, чтобы обвиняемая вернувшись в ломбарды. 16 раз за неделю выезжали на тушение огня старооскольские пожарные. Горели три надворные постройки, одна квартира и частный дом в селе Городище, а также гараж и припаркованный автомобиль. Причиной возгорания машины стала неисправность механизмов транспортного средства. Еще 8 случаев зарегистрированы по факту воспламенения сухой травы. Основные причины возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности. В ходе расследования составлено 10 административных материалов. МЧС в очередной раз напоминает о соблюдении простых правил, которые могут уберечь от беды, и том, что в округе сейчас действует пожароопасный период. Напоминаем жителям и гостям старооскольского городского округа о необходимости соблюдения правил требований пожарной безопасности. Особенно это касается сейчас, когда стоит устойчивая жаркая погода. Ни в коем случае не разводите открытый огонь, соблюдайте все нормы и требования пожарной безопасности. За это предусмотрена административная ответственность по части 20.4, часть 1. Штраф на граждан начинается от 5 тысяч рублей. При малейших признаках возгорания или задымления необходимо звонить по телефону 112. Уже более 25 лет славянка ежегодно поздравляет старооскольских первоклассников. Ко дню знаний им вручают кондитерские наборы. В этом году сладкие подарки получат более 3 тысяч мальчишек и девчонок. Недавно в компании появилась и новая традиция – театральное представление для детей из многодетных семей и семей военнослужащих в Доме творчества «Славянский». Здесь каждому вручили канцелярские наборы. Будущих первоклассников и их родителей по поручению руководителя группы компании «Славянка» Сергея Гусева с предстоящим началом учебного года поздравили депутаты Старооскольского совета – Евгений Согуляк, Сергей Бельских и Ольга Коптева. Также канцелярские наборы с необходимыми школьными принадлежностями уже получили более 100 ребят, чьи родители работают в группе компании «Славянка». А в рамках акции «Собери ребенка в школу» все семьи сотрудников предприятия, воспитывающие детей, инвалидов и многодетные семьи с четырьмя и более детьми, получили по 5 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября. В Старомосколе продолжают обучать первой медицинской помощи всех желающих. Каждую субботу до конца сентября курсанты Всероссийского студенческого корпуса спасателей будут проводить мастер-классы по основам оказания первой помощи, а также наложение жгута при различных видах кровотечений и алгоритму действий в экстренных ситуациях. 24 августа старооскольцев ждут в 6 вечера на набережной реке Оскол. 31 августа также в 6 в парке Солнечный. Расписание занятий в сентябре мы опубликовали в нашем телеграм-канале и на страницах 9 канала в соцсетях. А сейчас новости из Красногвардейского района. В селе Засосно открыли сразу две тематические игровые площадки. В парке Победы и в детском саду «Березка». Такой подарок детям сделал фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скотча. Ребята теперь могут заниматься спортом в комфортных условиях, а также погрузиться в мир космоса. Теперь в детском саду «Березка» есть просторная площадка. Можно учиться играть в волейбол, футбол, проводить эстафеты в комфортных условиях. Педагоги и ребята мечтали об этом. Подарок сделал фонд «Поколение» Андрея Скотча. Благотворительная организация помогает не первый год. Первый раз они нам оказали помощь во время капитального ремонта. Нам не хватало денег на новое оборудование на кухне. Затем нам в том году привезли детское игровое медицинское оборудование. И при выходе, после ремонта, у нас как бы двор был не оборудован. Тоже, как обычно, нехватка денег, материалы подорожали. И при выходе я просто спросила, не могли бы вы нам помочь вот эту зону при входе. Мы мечтаем просто, уже сколько лет я здесь работаю, я мечтаю просто о современной детской площадке. Он сказал, хорошо. Теперь она есть. Яркая, функциональная и, самое главное, безопасная. Еще одну такую зону торжественно открыли в центре села Засосна в Парке Победы. В любимом месте жители для прогулок. Неподалеку школа и два детских сада. Старую, уже небезопасную площадку 15-летней давности демонтировали. На ее месте создали игровой обучающий городок, площадью более 200 квадратных метров. С помощью игровых элементов ребята смогут погрузиться в мир космоса. Здесь установили модели планет, телескоп, горку в виде ракеты. Я такие площадки еще нигде не видела. Мне тут нравится вот эта вот скамейка и вот эти вот, и солнечная система. Она, и вот эта вот стрелочка, которая показывает нам планета. Эта площадка похожа на чью-то мечту. Тут много очень всего можно узнать о космосе. Больше всего мне понравилась ракета, солнечная система и телескоп. Я бы хотела, когда вырасту, в космосе побывать. Ну а сюда, на площадку с родителями, будешь приходить играть? Да. Городок отвечает всем необходимым стандартам качества и безопасности. В Красногвардейском районе это уже седьмая площадка, обустроенная фондом поколения. К первому сентября планируют открыть еще одну в селе Коломытцево. В рамках нашей программы, которая стартовала в 2017 году, мы уже открываем сотую площадку по программе фонда поколения. Еще впереди у нас ряд муниципалитетов. Это и Ровеньки, и Губкинский городской округ, Валуйки у нас. То есть эта программа, она очень востребована. Все вот эти обращения, которые приходят от жителей Белгородской области, фонд поколения реализует. Дети – это наше будущее. Формируем новое поколение. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова